сегодня поговорим про материальности давай давай мы сюда как-то так у человека интересно все в жизни создана что этот мир существует материальный объективно но мне его не вода но при этом у человека в голову приходит мысли если опираться на типа наталью петровну бехтерю эти мысли приходят человеку извне даже есть некий космос который посылает вот понимаешь вот вся эта карказябра находится у человека в голове в его системе ценностей убеждений все эти подмены но благодаря им есть этот материальный мир который можно исследовать типа я да он пришел и констатирую вот это есть вот это черное вот это белое вот это зеленое а если я не вижу то этого нету и вот наука на этом и построен а действительно сознание человека задвинуто на второй план если мы говорим о психике человека то человек сразу вот просто по автоматическому шаблону становится как поезд на рельсы по стрелке психа с душа а душе говорит религия ну и укатились в религиозный слой все думать не надо там типа поп за жилом за тебя подумал да 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 такая кармашки ловушечки ловушечки да ну если не сюда то туда алгоритм алгоритм для робота да нет если сюда нет значит сюда вариантов других других нет вариантов а то что именно твое сознание создает все эти ловушечки и создает материю человек не задумывается что если у тебя в башке выключится свет то ничего нету нету никакой материи и тебя нету но когда появляешься ты ты осознаешь себя как я то у тебя появляется и материя и это материя этот процесс весь творится в твоей голове и соответственно твоя голова проявляющие эту материю наверное может проявлять какие-то вещи другие и вот тут опять автоматически вот эти стрелочки железнодорожные когда затейки увлеклись темой материальности мысли и говорят там на колдуй вот я захотела пух и проявилась вот я хочу там красный феррари но ко мне прилетел белый запорожец но в принципе я довольна потому что все равно машина ну так ты ж хотела машину это наверняка совершала какие-то действия для того чтобы иметь эту машину да довольствуешься да да довольствуешься запорожецем вопрос если твое сознание это создавало почему не феррари почему не на сто процентов где вот эта дельта куда улетела твое сознание ведь это дельта в тебе значит было не позволение себе иметь феррари а было позволение иметь себе запорожец и вот человек вот эти моменты в себе рассматривать не хочет разбираться на самом деле не хочет а именно наше сознание но создающие когда я говорю наше сознание знаешь я сегодня уже заканчивала вычитывать парадоксальное восприятие там осталось буквально последние 20 страниц и как раз очень четко мы в этой книге с тобой разложили уровни сознания человека и когда мысли человека будут материальные когда она будет не материальный когда она будет создающей а когда она будет просто исполняющей и на самом деле от того материальном если нет вот именно факт этот материальном если нет она зависит от того факта на каком уровне сознания находится человеком да то есть если мы говорим человек хомо сапиенс, то это человек разумный. А на самом деле человек далеко не разумный. На сегодняшний день человек разумный – это то, куда надо прийти. Но не то, что мы имеем по факту. Мы имеем человека умного. В лучшем случае. А иногда еще и неумного. На сегодняшний день вообще мы идем от разума. Не к разуму, а от разума. Уходим от себя. Уходим. И интересные моменты. В парадоксальном восприятии мы описывали градацию четко. Есть сознание Бога в теле человека. А это, по сути дела, сознание человека. Когда человек вернул Бога, пустил Бога домой. Тогда это человек разумный. Когда в человеке присутствует Бог, когда разум включен постоянно, в это время сознание человека создающее и мысль человека материально. Есть сознание человека, когда оно проявлено на уровне животного. Кстати, как показатель в психическом мире сознания человека, именно этот уровень развития сознания, он ознаменован тем, что время в моменте здесь и сейчас в этой реальности и в отражении в зазеркалье, в так называемой антипсихике или в мире мертвых, они идут синхронно. То есть идёт синхронизация именно временного параметра. Если мы говорим о сознании животного в теле человека, что очень ярко проявлено, и мы видим зачастую, так и хочется сказать, что животные, так и хочется сказать человеку, ленивая корова, ленивая свинья, то есть по повадкам человека очень часто животное на него ложится идеально. Коза. Или козёл. И много таких вот моментов. Овца. Овца, да. Овин. Вот много таких моментов, когда в психике тогда время в зазеркалье и время в реальности у человека течёт несинхронно, присутствует элемент замедления на уровне сознания. То есть сознание как зависает, растягивается. Это вероятнее всего связано с тем, что животные, во всяком случае те, которые проявлены в телах, которые мы наблюдали, у них продолжительность жизни меньше, чем у человека. Возможно, с этим связано, возможно, не с этим. Тут ещё есть поле для исследований. Но сознание животного уже не создающее. Его мысль нематериальна. Он идёт ровненько по программе. Он ровненько от сюжета к сюжету идёт. И сюжеты все собраны в одну линию. Так, создающие иллюзию линейности времени. Для того, чтобы сознание могло двигаться и развиваться, наполняться информацией, жизненным опытом. То, что важно в данном случае. Есть в теле человека ещё градация сознания? Это когда у нас в теле живут, ну, мы их назвали рептилиями или морскими обитателями. Помнишь, скаты там, когда иногда смотришь на человека, а хочется поставить это слово «скат», поставить под ударение и поменять «а» на «о». На самом деле это проявление, зачастую проявление морских обитателей в жизни. Они достаточно жёсткие. Они, как правило, бесчувственные. Они, ну, в всяком случае, боль-то они понимают. Они полностью автоматизированы. И у них время ещё замедлено по сравнению с сознанием животных. Их сознание вообще не создающее. Это биороботы. И есть ещё один уровень сознания. Это сознание насекомых. Это разрушающиеся сознания, которые просто зарываются уже в рассыпание, во внешний мир. И их инкарнационный цикл может скоро прекратиться. И вот это рассыпание, этот человек, по сути дела, находится в коллективном и всё долбает, долбает, живёт вот этими коллективными программами. То есть, по сути дела, яркий представитель Скоробей, описанный у нас в книгах, вот этого сознания. По сути дела, в теле человека вот это низший уровень, который может существовать в теле человека. И здесь о материальности мысли вообще. Ты можешь Святой Матроне поклоняться, как этот вот, как египтянин, на Рамадан лоб расшибить. Но тебе ничто не поможет. Твоя мысль не будет материальной, потому что ты вообще идёшь по автоматическому сценарию. Я предполагаю, что этим людям даже вообще варианты разговора или обсуждения тем развития сознания, духовности и так далее, чужды. Вообще чужды. О чём это? Да, о чём-то. Но это самая большая когорта тех, кто увлечён религией. То есть, это даже фанатично верующие религиозные деятели, как правило, будут иметь этот уровень сознания. И поговорим о материальности мысли. То есть, чем более развито сознание, чем ближе ты приближаешься к Богу в физическом теле, тем более твоя мысль материальна. И тогда, если ты хочешь, чтобы твоя мысль действительно проявлялась в материи, и твоё сознание было создающим, значит, расширяйся, развивайся. Потому что на самом деле осознать Бога в себе это самая первая, самая маленькая ступенька. Это просто человек разумный. Человек, который знаком с разумом. Даже вот он только прикоснулся к этой разумности. Прикоснулся только, да-да-да. Он ещё не знает единство сознания, он не знает парадоксального восприятия, он не знает целостного восприятия. Но уже допускает, да, уже допускает, что да. Что это может быть. То есть, у него есть горизонты расширения, он их видит, он их чувствует, он многие вещи может не понимать, но он туда стремится. Да. Он уже, вот как, знаешь, как именно уже разум, уже разум как протекает в нём и говорит, как, знаешь, как чувство, через чувство, что это возможно. Это действительно. Как пробуждение сознания. Да-да-да-да. Уже человек просыпается, и тогда можно говорить о материальности мысли. И тогда ты знаешь, вот моменты расширения сознания человека до того, чтобы воспринимать информацию как Бог, именно расширение человека, чтобы произошло, это одна из самых важных задач развития человека. Это возвращение домой Бога. Да. И когда на самом деле, когда ты возвращаешь Бога в себя, то исчезает вражда, исчезают болезни. Они просто не могут существовать, потому что ты целостен, ты целостен, и это уже говорит о твоей силе. Ты един, и у тебя не возникает претензий к самому себе, а ты все это уже осознаешь, и лишь только в благодарности, любви с этим ну живешь, сказать, или как. Ты просто, это настолько вот, оно целостное, это как крепкое, единое, целое, да, без, кстати, яблока неоткушенное. Религия не успела выгрызть. Ну, здесь тогда получается ключевая задача в развитии сознания, ну, во-первых, вывести человека в единое сознание, когда он осознает себя любовью, жизнью, да, то есть это одно из ключевых осознаний. Следующее сознание, он осознает возможности. Он осознает возможности, и он осознает, что он сам пишет сюжет. И дальше он осознает моменты шока, каким образом выбираются возможности. Но это, на самом деле, это очень большое состояние расширения сознания, и к каждому расширению человеку надо адаптироваться, потому что это все варианты состояний единого я. Это уже единое сознание, когда ты в другом человеке не видишь козла, овцу и так далее, а ты видишь в другом человеке отражение, и ты сразу благодарен ему за то, что он подсветил тот момент, который тебе надо в себе скорректировать. И это совсем другое восприятие людей. и тогда одной из самых сложных, наверное, задач является помочь человеку осознать разные стадии развития единого сознания. И, да, разные стадии расширения. И все это его сознание. И это все его сознание. Теперь смотри, для того, чтобы это осознавать, это надо осознавать работу всей системы целиком. как работает мироздание. Блин, а это огромные объемы информации. Это не терабайты. Это, я не знаю, носители с огромными объемами информации. Это полностью перестройка своего, не только своих рефлексов, инстинктов, реакций, осознания. Это полностью перестройка своей ЦНС. Это полностью перестройка своего мозга. Это очень много. Но при этом открываются другие психические возможности. И тогда вот из этих состояний, знаешь, в этих возможностях, сконцентрировав внимание, например, на том, что тебе интересно, например, интересна там молодость, интересна регенерация или еще что-то. Ну, я говорю то, что мне интересно. То у тебя начинает там раскрываться информация. А ведь человек в этих состояниях может сконцентрировать внимание на открытиях, на изобретениях. и через него будет идти информация под его запросы. И тогда становится очевидным, насколько важно человека из состояния робота вывести вот в эти состояния. И это будет другая реальность, другой мир, другие технические возможности, другие психические возможности. И параллельно, если брать физическое тело, в этих состояниях отсутствует болезнь. Потому что подсознанию не надо причинять боль для того, чтобы человек развивался, потому что человеку интересно развиваться. Не надо причинять боль для того, чтобы услышать себя. Для того, чтобы услышать себя. Вот это ключевое на самом деле. Именно для этого ведь существует боль, чтобы разбудить себя. А когда ты осознаешь, что тебе не надо, оно постановится вообще как неестественным. Неестественным. Но при этом получается, здесь другая задача становится перед человеком не потерять интерес к тому, ты же уже осознаешь себя одним. И если ты один и теряешь интерес, ты вырубаешься, засыпаешься, конец игре. И чтобы игра не кончилась, надо включать робота. С понижением уровня сознания. Да. А теперь смотри. Когда ты осознаешь единое сознание, и осознаешь, что интерес ключевое для движения развития, и у тебя возможности все, благодаря этому осознанию, то ключевым вообще, самым ключевым становится это действительно желание двигаться в интересе. То есть ты становишься сам интерес. То есть ты становишься самим интересом. И тогда у тебя, Наташа, вот это и есть бесконечность, бессмертие полностью. На самом деле, когда ты сам становишься самим интересом. Но бессмертие физическое Тогда возможно только в том случае Если тебе настолько интересно тело И настолько интересны процессы управления Телом Настолько интересны время И процессы управления временем Настолько интересны программные обеспечения И процессы управления То есть у тебя другие уровни игры И это очень большая многогранность Очень большая, да То есть ты с разных сторон подходишь И ты все эти пазлы складываешь И тебе они все интересны. Все интересны. Вот я говорю, интерес, интерес, везде интерес. А теперь смотри, а здесь ресурс мозга человека. Вот только один аспект. Тебе интересно программное обеспечение человека. И вот смотри, только это ресурс мозга уже физический. Он поглощает человека в нынешнем состоянии полностью. Это надо дополнительное время на то, чтобы расширилось сознание, на то, чтобы перестроилось ЦНС и подстроилось физическое тело. А в противном случае, а теперь возьми все эти пазлы вместе, это как огромный компьютер, которого пока нет в голове, а надо, чтобы мозг до этого расширился. Блин, я когда вот эти вещи понимаю и осознаю, я осознаю, насколько должно трансформироваться тело и наш мозг для того, чтобы мы могли так объемно брать информацию. Мы и так ее объемно берем, но мы берем с меньшего уровня. Это совсем другой уровень. Ну, это как накачивать мышцы, как физическое тело. Ну, это по тренировке. Тренировка. С одной стороны тренировка, а с другой стороны там же тоже зеркала. Каждый уровень – это отдельные зеркала. Конечно. И эти зеркала тоже должны быть чистыми. И каждый раз, если у тебя есть какой-то травматизм, где-то всплыла, подкачалась информация, там, неважно, из рода, из кармы, откуда угодно, просто ты где-то проэмоционировал и неосознанно заляпал в свое зеркало, все на том уровне. Ты не пройдешь, пока это не уберешь. Да, и смотри. На самом деле у нас в жизни, да, существует за нашу жизнь огромное количество жизней и смертей. Ну, образно. Это дни и ночи, да. И каждый вечер, каждое утро у тебя есть возможность полностью обновляться. Как клетки обновляются, вот точно так же человек может чистить себя. Чистить, чистить. Но это постоянный интерес в этом направлении. Или же постоянное знание. Это как почистить зубы. Это как умыться. То есть это постоянная гигиена. Постоянная, да, психики. А этому не учат вообще. Вот, а теперь смотри тоже. Вот у меня сегодня ночью можно, допустим, вот люди к нам обращаются, консультация, да. Мы что делаем? Мы очень часто одним махом убираем большое количество, да. Ну, застарелого сказать. Ну, или даже не застарелого. Но какой-то большой объем, мы его убираем, очищаем. А дальше человек, это знаешь, как этот, как мусорку, допустим, да. Или что еще сказать по образу подобия. Да, вынес мусорку в подсознание человека. Ты вынес, но мусорку помыть-то тоже надо. Понимаешь, когда ты, то есть вот смотри, ты вынес мусор, да. А дальше вот это вот поддерживай свое, то есть вымыть сначала, потом просушить, но образно. И потом поддерживай в чистоте. Ну, это если не о мусорке вообще. Ну, пока мусорка. Будем так говорить. Так вот точно так же по сути своей нашей консультации мы тоже человеку огромный объем помогаем снести. А дальше, давай, двигайся, то есть чистись, а мы рассказываем как, что, да. А человек, по сути своей, он сначала, о, дышать ему легче, освободи лишь мусорку. Дышать легче, а потом, а потом не двигается, ничего не делает. И мусорка опять из коллективного, это же не я коллективный, это же не я, да. Да, набрасывается все, что угодно, опять стоит мусорка и опять тогда пишет, что-то меня откат там, или у ребенка откат, да. Вот это об этом. А на самом деле это об интеллекте, дорогая моя. Конечно, конечно. Самое интересное, вот опять книга «Парадоксальное восприятие». Это гениальная книга, я не знаю, она войдет в историю человечества. Книга, да. И будет издана она действительно малым тиражом, потому что она сложная книга. Вот сегодня, это концовка книги уже, вычитываешь, как у нас разум отделялся. От ума, для того, чтобы ум стал выделенной структурой. В промежутке создан интеллект, и даже в программном обеспечении есть интеллект, тело-интеллект, да. Это точно так же, как по схеме, было отлично, а отрезание стало хорошо и плохо, да. И уже отлично не рассматривается, разум не рассматривается. Рассматривается интеллект и ум. И если мы возьмем развитие интеллекта, то давай конкретно говорить. Вот мы работаем с людьми, у нас люди разного уровня, разного социального статуса, разной образованности. И там, где интеллект у человека развит и сопряжен с разумом, хотя бы иногда включается разум, проблем нет. Посмотри, какие быстрые результаты. Невероятно. Вот начала работать, и только уже результат. Начал, уже результат. Там, где интеллект сопряжен с программой ума, но хотя бы есть образованность какая-то, есть человек через понимание идет, и он как-то двигается. А там, где человек даже не образован, там, где интеллект не сопряжен даже с программой ума, он не заполнен программным обеспечением. Поэтому ребенку нечего было копировать на самом деле. Он даже ума-то не скопировал, не говоря уже о разуме, чтобы доступ к информации из разума получить. Получается, что в этом случае работа замедляется, и человек говорит, вынеси за меня мусорку в следующий раз, еще раз вынеси в следующий раз, еще раз вынеси в следующий раз. И каждый раз, вот нам стало хорошо, а потом откатывает. Конечно, ты обсираешься. Конечно, ты загрязняешься. Ты не убираешь за собой. Ты не убираешь за собой. А где твоя благодарность? Ну, я, наверное, благодарен. Где твоя благодарность? А где твоя любовь? Где твое прощение? Где твое отпускание сознания ситуации? Нет, мне это тяжело. Сделайте это за меня. И заметь, вот в этом факторе нам очень круто, вообще невероятно круто помогает финансовый фактор. Он отсекает вот эту твое людей. Да, именно. Именно отсекает людей, у которых интеллект... Интеллект не развит. Сознание насекомого, животного, млекопитая, морских глубин обитающих. Рептильное сознание, кстати. Интересные психи, кавы, дают даже вещи. Вот есть такое заболевание, ихтиоз. Что оно отражает уровень Бога в теле? Или уровень человека в теле? Уровень сознания? Нет. Животного? Нет. А угадайте, кого оно отражает? Вот раз, два, три, и давайте поговорим. Кто у нас обладает чешуйками? Вот оно, оно даже на физическом плане проявляется. Это отражение развития сознания. И поэтому этому сознанию ты будешь должен, ты за него будешь делать, ты будешь развиваться. Но при этом, когда человек даже с этого уровня сознания осознает и начинает развиваться, он может открыть в себе Бога. У нас вот есть же такие случаи, когда человек осознает, и у него сознание становится создающим. Но он же проделал этот путь сам. Просто ему говорил, как идти. И человек проделал это. Знаешь, он в благодарности шел. Он в благодарности шел. Именно, пусть даже до конца не осознавая благодарность саму, но вот это вот теплое чувство, оно, знаешь, теплое чувство жизни на самом деле. И благодарность его все равно выводит в состояние… Это благодарность на самом деле. Просто, ты знаешь, как веревка. Вот благодарность – это как некая веревочка. Если у тебя есть это чувство… Клубочек, куда она покатится. Ты схватился, да. Ты по этому клубочку выходишь. И, кстати, здесь еще важный момент есть, когда мать действительно любит своих детей. Например, ихтиоз идет по наследственной линии. Она осознает, что дети тоже будут болеть этим заболеванием. То вот если в матери внутри есть любовь, она может быть на любом уровне сознания. То есть любовь – это жизнь. Она может быть и у животных, и у насекомых. Она может быть… Она по-разному проявляться будет. Так это и есть жизнь. Да. Это любовь, это и есть жизнь. И когда мать чувствует любовь в своем детятии, она будет меняться и будет стремиться, чтобы дети не болели. Даже если не для себя. Даже если она не благодарна себе, она будет родить детей это делать. Вот она жизнь, чтобы жизнь продолжалась. Продолжалась. И хочется, чтобы дети и потомство было здорово. Чтобы они не шли с генетической поломкой. Вот оно. И это все про развитие сознания. То есть материальность мыслей напрямую зависит от развитости сознания. И какое сознание в этом теле будет сознание человека, либо сознание более низшего порядка. Только сознание человека создающего. И причем для создания очень важен речевой аппарат. Речевым аппаратом, именно речью, обладает только человек. Животные не обладают речью. Но животные уже могут произносить звуки. А морские обитатели, рептилии, могут, например, произносить. А морские обитатели далеко не все могут произносить звуки. Диапазон ограничен. А насекомые вообще только жужжать могут. Вот оно проявление потом в жизни. Кто как жужжит и кто как использует свою речь на создание и на материализацию. Блин, оно все так очевидно. Оно все так наглядно. И в каждом человеке ты отражаешься какой-то гранью. И в каждом собаке ты отражаешься своей гранью. И в кошках, и в животных, насекомых. Везде. В каждой капельке росы ты отражаешься своим сознанием. Даже тот же дождь. Просто ливень, когда смывает, ты осознаешь. Чистое сознание сейчас помывается. Мывается все кругом. И он сейчас смоет очень много накопленного дерьма. Купого мусора. Просто уберет. И потом земля это все утилизит. Просто. Просто, да. Но это тоже элемент очищения. Заметь, к чистоте физического тела, к необходимости иметь чистое физическое тело, к гигиене, вообще к гигиене человечество пришло. Ну, 150-170 лет назад. Это не так давно. Когда оно пришло официально, когда надо было дезинфицировать руки, когда пошла гигиена в развитие. Хотя это не значит, что на Руси не было бани, они были и вроде как о здоровье заботились. Но в медицину то же самое. Это пришло совсем недавно. А гигиена психики еще не вошла. А гигиена психики должна входить со школьной скамьи. А теперь смотри. Гигиена психики не вошла. Почему? Что мешало? Ведь уже же психотерапия как минимум 100 лет осознает необходимость гигиены психики. Об этом еще Бехтерев говорил. Это 100 лет назад. Почему не вошла? Что мешает? Вот она религия. Вот как и религиозные догмы в школу внести. Невыгодно, я бы так сказала. Да, невыгодно. Потому что в этом есть сама суть человека целого. Как это? Разумного. Разумного. Но понимаешь, когда мы говорим невыгодно. Кому давай разбираться невыгодно? Ведь есть тот, кому невыгодно. Если мы говорим о религии, то если раньше это можно было говорить, так это все в религии. Сегодня в религии ограниченная часть людей. И если это невыгодно религии, то это не значит, что это невыгодно государству. Если мы разделим религию и государство, то получается грязь психическая, да, она выгодна религии. То есть низкий уровень сознания, овны, они выгодны. Интеллект, низкий уровень, то что надо. Низкий уровень интеллекта, роботизация, это все выгодно для религии. А для государства? Овны болеют? Болеют. Кто их лечить будет? За чей счет они лечатся? За чей счет они идут на пенсию в автоматический сценарий и требуют дай, дай, дай? За чей счет они выходят на площади? За чей счет? Это все государство, оно везет это все и обеспечивает. Да кому невыгодно? И тогда что надо сделать, чтобы было выгодно? Делай религию бизнесом и все. Ты решаешь сразу кучу проблем. И тогда надо вводить гигиену психики в школе. Уроки благодарности, уроки счастья, уроки, когда человека учат управлять своими эмоциями. Уроки, назови это уроками психологии. Этих предметов вообще сегодня нету, но они же нужны. Они сохраняют здоровье наших детей. Почему их нет? Это же здравый разум говорит о том, что они должны быть. Детей надо учить, благодарить. Детей надо учить в каждом человеке видеть свое зеркало и с благодарностью относиться к нему. С благодарностью подсвечивать вот эти моменты, благодарить за то, что это зеркало подсвечивает тебе, что в тебе надо изменить. Этому надо учить. Счастью, осознанному управлению своими эмоциями надо учить. Эмоциональный интеллект. Прекрасно. Эмоциональный интеллект понятия есть. А вы в школе его когда-нибудь объясняли? Что такое эмоциональный интеллект? Хоть один ребенок это слышал за 11 лет образования. Вот оно. Вот это тогда придет в школу. Это о развитии общества. Но оно в школу может прийти только после того, как оно пришло в семью. На самом деле это так. Именно. Когда оно пришло в семью, оно придет и в школу. Потому что это другая уже система образования. Будет человек, который будет приходить работать в школу, это будет человек уже осознанный в разуме. Это человек с благодарностью и любовью. И действительно в искреннем интересе. То есть здесь такой вопрос на самом деле. Да, что начинается с семьи. Понимаешь, государство... Да, государство, оно никак не может дать указание... Семье. Семье, да и даже в образовании преподавать вот это. Не может... Она может. По парадоксу. Но это же ведь изнутри идет. Это же ведь идет из чистоты внутренней. Из осознания внутри себя и искренности, любви и благодарности. Поэтому здесь... Это просто растянутый во времени плавный процесс, который начинается. Точно так же. Вот смотри. Я сейчас скажу сумасшедшую вещь. Что, например, благодарности в государстве могут собирать больше денег, чем налоги. Вот сейчас слышит человек, начинает ржать, говорит, что мы полоумные. А возьми по факту. Возьми по факту, как люди на благодарностях делают. Да, это, казалось бы, непредсказуемый процесс. Но благодарности точно так же входит в привычку. Благодарности Опять так и скажу. Точно так же. И смотри, в определенный момент, если хотя бы для начала просто откроются дополнительные расчетные счета там при поликлинике, при здравоохранении, при образовании. Вот открылись они. Человек учится благодарить. Как благотворительность, только благодарность людям. Это все надо... Систему контроля надо, конечно, выстраивать. Тут отдельно... Это большая тема. Так вот смотри. Там, где... Но она начинается. И ты знаешь, когда она начинается и начинает развиваться... Ну как-то с ней начаться надо. Как-то надо начаться, да. Точно так же, как мы открыли на сайте благодарности. Первое в Беларуси открыли. Кому не донаты, кому не пожертвования, у кого благодарности. Приучаем людей сразу благодарность. Хочешь? Благодари. Вот. Пошли. Благодарность развивается. У человека сознание меняется. И он привыкает благодарить. Мало того, что это снимает напряжение в социуме, человек привыкает благодарить в магазине, в аптеке, в городе, в транспорте, еще где-то. Он расслабляется при этом. Он привыкает не к злости, гав-гав-гав, да, а к благодарности. Это другое состояние. И это начинает нарастать. И в какой-то момент в государстве будет... Блин, так на благодарностях собрали больше, чем налогов. Так зачем нам тогда налоги нужны? Таким образом произойдет плавный отказ. Это не за год, не за два, не за три, но это процесс развития сознания общества. И это будет плавный переход на самом деле перетекает. Ну да, но оно когда-то и как-то же начинать надо. Просто я хотела сказать к тому, что чтобы переходить на благодарность, это тоже уровень сознания должен быть. И уровень интеллекта. Интеллекта. потому что здесь очень много утечек для ленивых и для создания паразитов. Паразит, да. Вот именно, знаешь, как это правильно сказать, когда ты провоцируешь человека быть вором. Ну вот по типу такого. Вот на самом деле. Потому что неготовность развития интеллекта не достигла, интеллект не достиг того уровня развития, который может это принимать. Это должна быть искренность внутри. Любовь, кстати. Любовь. Искренность. Любовь. Тут такой вопрос. Смотри. Почему опять? Вот это опять-таки семьи. Уровень развития, воспитания, развитие интеллекта, воспитания, уровень благосостояния общества в целом. Это очень комплексная проблема на самом деле. Возьми 90-е годы. Если бы в 90-е годы ты поставил каршеринговые самокаты и велосипеды, чтоб с них было. Не было бы вообще. Их не было бы в тот же день. Да. Сразу бы. Сегодня они стоят великолепно. Никто их не... Первые велосипеды, которые появились в Минске, что делали придурки? Топили, ломали, били. Пока милиция просто уголовными делами... А что далеко ходить? А детские площадки. То же самое детские площадки. Метелят. Откуда? Вот я каждый раз, кстати, очень хорошую тему затронула. Не надо даже эти каршеринговые. Детские площадки. Да. Вот сколько раз наблюдала. Поставят красивую детскую площадку. Да. Буквально через какое-то время смотришь, что сломано. И ты понимаешь, что ломают дети. Это какие дети? Это же ведь все из семьи идет. Это... Это в семье нет... Агрессия. Нет уважения, нет благодарности и нет желания к красоте, а есть агрессия к красоте. То есть, как это? Там красиво. Не должно быть красиво. То есть, вот оно. Вот оно. Понимаешь, невоспитанность. Вот оно. Ну, видишь, оно плавно сейчас сходит на нет. Да, уже хоть как-то, да. Раньше было хуже. Раньше подъезды какие были страшные, как сейчас все это меняется. Оно идет в плюс. Общество развивается. И ему надо дать возможность развиваться дальше. И мы упираемся сейчас в то, что благодарность обязательно для того, чтобы... Если ребенка воспитывает хотя бы школу в благодарность, он уже не пойдет ломать. Он будет благодарен тому, кто это установил. Уже отсекается вот этот момент злости и агрессии. А со злостью и агрессией дополнительные должны быть занятия. Это грязь в психике ребенка. Он ее скопировал с родителей. Они вытеснили через ребенка, потому что их психика уже не держит такое количество говна. Иначе они будут болеть. И они как робот... И прикрываются, когда я слышу, и прикрываются это тем, что ну это ж мальчики. Какие мальчики? Это вот просто прикрытие. Это прикрытие, когда ты спихиваешь ответственность на ребенка. Нет, нет. Он скопировал эту агрессию в семье, и он вынес ее на улицу. Он не ценит. Точно так же животное. Ничего не ценит. Ни родители, ни никого не ценят. Человек даже не хочет предполагать, что его домашний питомец полностью его отражает. Да, да. Даже внешне иногда бывает похожее. Да, да. Видишь, у человека злющая собака, просто готова тебя разорвать. Потому что на привязи выводят, и не могут ее удержать. На привязи она бросается на любви. Все это о чем? Давайте поговорим о том, какой вы добрый. И нет ли в вас внутри цепной собаки. Собака копирует хозяина. Все. Полностью копирует хозяина. А хочешь, чтобы вот так вот лежала, пузо подставляла и похрапывала здесь, попукивала. Счастливая, счастливая. И облизывала. Как только пришла, она вся с тобой здоровается. У нее каждая клеточка тела с тобой здоровается. Вся в любви находится. Вот это копия. Это копия своего хозяина. Вот хозяин пришел такой же, и собака пришла такая. Только хозяин этого не позволяет себе, да? Да, хозяин себе этого не позволяет. Держит себя в рамках человеческого тела. А собака позволяет. Все там нять, облизать. И таким образом можно реализоваться, да? Своё какое-то, как это, выпустить свой пар через собаку. Свои желания. Да, да. Маму, лизни, а сам поцеловать. Иногда. Ну да. Но все равно проявляется. Не, ну да. Тоже проявляется. Ну это я же так, я так, но на самом деле так и есть. Вот оно. Разные уровни сознания, и разные уровни сознания мы видим в отражении. А суть в том, что для того, чтобы сознание развивалось, благодарность обязательна. Без этого ничего не будет. И расширение сознания должно идти до человека разумного минимум, а потом дальше осознать в себе Бога, осознать любовь, осознать возможности, осознать свою теневую часть, кто ты есть, осознать сатану. Это всё в тебе есть. Это всё ты. Весь мир ты. И в какой-то момент ты вопрёшься в то, что весь этот макрокосм, это есть ты. Потому что твой внутренний мир, это есть микрокосм. И это всё идёт зеркалом. И вот когда человек до этого доходит, это всё расширение сознания, это всё расширение нейронных связей мозга, это всё развитие. Когда человеку не надо обижаться, манипулировать, делиться, крошить, ломать, воевать с кем-то, конкурировать с кем-то и так далее. Это другое общество. Кстати, вот это всё описано в книге «Парадоксальное восприятие». Настолько подробно и настолько логично, что спорить с этим крайне сложно. Эта книга войдёт в историю, как и войдёт в историю инфодайвинг и те вещи, о которых мы говорим открыто. Но мне бы хотелось, чтобы это случилось быстрее. И поэтому на той программе, что мы будем давать на следующей неделе по материализации мысли человека, я бы хотела, чтобы мы с тобой из глубины помогли людям многие вопросы закрыть, чтобы сознание быстро пошло в расширение. для того, чтобы можно было в группе дальше делать эксперименты. Именно групповой работой делать эксперименты, когда мы уже осознаём все единство «я», и мы осознаём, что вот эта группа, есть мозг один, единый, с которым можно работать по какой-то экспериментальной части. Вот это уже интересно, по материализации мысли конкретно. Поэтому вот эту тему я бы хотела, чтобы мы с тобой реализовали. Я понимаю, что у нас охрененно сложная задача, что пока даже мы сами не знаем, как до конца её реализовать. Но она охрененно интересная. Но она охрененно интересная. Поэтому вот она будет реализована 100%. Потому что это прямое создание. Прямое создание, потому что ты напрямую видишь миры возможностей. Ты можешь напрямую выбирать сюжеты, напрямую их подключать, напрямую собирать сюжеты. Те, которые ты хочешь. И это возможно в сознании. Джессика красава. Да. Вова, сними собаку. Ну просто это невероятное красивое чудо. Она уже облезала все ноги. И теперь она просто тащится и балдеет. И это про любовь. Такая зайка. Ласточка. Ласточка наша, да. Блин, я уже жду курса на следующей неделе. Я так хочу это все прожить в эксперименте. Потому что каждый раз курс нас, нас по-любому за три дня, нас самих приводит, да, к совсем другому уровню. Мы становимся другими. У нас идут новые озарения. И я до этого курса обязательно, а там уже в коррекцию, парадоксальное восприятие. Я думаю, сегодня, завтра. Почему? Потому что я знаю, что с этого курса начинается новая глава в истории миха дайвинга. С этой, да. То есть это начинается создание иллюзий. В чистом виде. Мы плотно подошли. В чистом виде мы же уже начинаем создавать иллюзии. Да. Когда мы полностью осознанно создаем иллюзии. Блин. Невероятно. Невероятно интересно, да. И книга «Парадоксальное восприятие». Знаешь, с чем я могу? Наша книга «Инфодайвинг. Подсознание». Черное которое, да. Она сложная, да. Но прочитав. То есть ее пройдя, ты там дальше читаешь до глубины, включая глубину. И потом, возвращаясь к черной, книге «Подсознание». Ты уже ее читаешь совсем с другим осознаванием. Блин, Джессика, по ногам. А теперь «Парадоксальное восприятие» это тоже самое. Это тоже, знаешь, как своего рода уровень, как ступенька. Тоже в «Парадоксальном восприятии» собрано, так же, как в «Подсознании». Собрано все сжато максимально, а дальше пошло новое. Ты знаешь, я думаю, что в книге «Иллюзионист» мы ряд психотехник, которые показывали черное и белое, конкретно разрисуем, как создается иллюзия. Они нам полностью выдали это все. Просто мы тогда этого не осознавали. Не осознавали. Да. Ой, Джессика, ты уже целоваться будешь. Ты поцелуйкина, да? Ты поцелуйкина, Джессика. Ты звезда наша, звезда. Хорошая собачка. Кто Джессика? Кто Джессика? Скажи, я Джессика. Скажи, в следующей жизни я буду человеком. Солнышко наше. У нее без вариантов. У нее без вариантов. Она столько курсов прослышала. Прошла, прошла. И в погружении всегда. И в погружении всегда. Да, 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 мое солнышко. Только говорить ты не умеешь. Любви у тебя много, а говорить ты не умеешь. Научимся. Правда? Научимся. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.